Доброе время суток, дорогие подписчики и зрители моего канала. Как и бы обещал, показываю вам такой обзор новостройки города Красноярска. Был здесь по делам, в фирме Атриум, заказ забирал окна. И вот есть свободное время, и тем более пообещал вам, показываю вам обзор таких вот высоток около Платинум-аллеи. Вот с правой стороны, вернее, вот прям по курсу, справа здание такое у нас, это Платинум-арена, спортивное какое-то сооружение. И находится все это около Николаевского моста, вот как едешь из Девногорска, ходишь из Красноярска, поворачиваешь слева, и вот слева у вас вот эти вот большие-большие высотки. Вот это вот, сейчас мы здесь находимся, здесь вот находимся. Как-то получилось, что я один раз был здесь по своим делам, и что меня поразило, что меня поразило, припарковаться невозможно. Припарковаться невозможно, потому что кругом все, так что-то проехать невозможно, потому что все кругом заставлено машинами. Ну, это и неудивительно. Вот такая вот высотка, тут, наверное, в деревне 3 живет. Да, кстати, это вот мои данные. Ютуб-канал, предпенсионер Вениамин Рыбаков. Пожалуйста, смотрите меня еще раз, подписывайтесь. В основном я говорю про Девногорск, но бывает, что и про Красноярск что-то скажу. Вот смотрите, я поехал, чтобы показать вам, может быть, единственную интересную локацию, ради которой стоит сюда заехать, посмотреть. Так, тут кругом кирпичи. Вот, посмотрите сейчас, вот это вот, это вот, видите, обрешетка. Это набережная, набережная реки Енисей, и вот это единственная изюминка, единственное место, куда-куда стоит посмотреть. Тут мамочки ходят с детьми. Вот видите, еще одна многоэтажка стоит. По-моему, она еще не достроенная, еще не заселена, потому что кругом, кругом, вот видите, проезд запрещен. Кругом рогатки. Это вот въезд в подземный гараж, то есть пропарковаться здесь просто негде. И поэтому я не паркуюсь, а просто уезжаю отсюда, потому что такое дело. Что меня еще поразило, не только в этой многоэтажке, а вообще во всех новостройках. Тут нету людей. Я был в гостях у родственников, и спросил, что же такое, людей-то нету. Вроде как громадные-громадные такие здания, не очень большие квартиры, то есть, получается, для молодых семей. Я говорю, где люди-то? А они, говорят, все на работе. Все эти квартиры куплены в ипотеку, и их нужно отбивать. И поэтому люди заселились сюда, и они на работе приехали. Вот сегодня будний день, послеобеденное время, и вот так вот все заставлено машинами. То есть, вот люди, это те люди, которые, может быть, отдыхают, может быть, куда-то приехали, что-то еще. Но вечером здесь будет еще гораздо больше машин. И, в принципе, там вот есть парковка еще под мостом. Там есть парковка, не знаю, платная, наверное, или бесплатная. Она как бы для платином аллеи, но, вероятно, она активно используется и жителями. Вот этого вот дома, одного из этих домов. Потому что это только начало улицы. Это вот планируется то ли семь, то ли восемь домов построить. Ну и я так посмотрел издалека, скажем так, застройщики хитрят, хитрят застройщики. Мое личное мнение. То есть, они поставили один дом, заселили его, а потом еще поставили, строят другой дом, наверное, может быть, в километре от этого дома. Типа, вот, смотри, сколько, мол, места, места, места. И продают дома в том дальнем доме. А потом между этими домами, заселенными домами уже и проданными, ставят еще 4, 5, 6 домов. Так что они будут смотреть окна в окна. Так, это вот прямо у нас, этот, как его, Артек. Артек. Фирма Артек. Производство пластиковых окон. А вот это вот новостройка. И еще, что я хочу отметить по этим новостройкам. Они, скажем так, не грязные. Не грязные. То есть, я вот был в таких новостройках, такие точечные застройки. Они не грязные. То есть, вот, стройка идет, но там, как раньше было, ну, как раньше, в советское время. Металлоконструкции, про запас панели. Какие-то бытовки. Все это наставлено, наставлено. И строится пятиэтажка. А такое чувство, что ты строишь, строится, чертя, как какое-то циклическое сооружение. Сейчас вот этого нет. Все быстренько, все это собирается. Все это монтируется. И, в принципе, и людей это даже не видно. Вот. Я просто хочу показать вам вид. Какой вид будет красивый. Вернее, вы знаете, вот тут еще проехали 5 домов. И вот еще, по-моему, котлован готовится для двух домов. Вид, конечно, красивый. Вот, посмотрите. Вот на той стороне Енисея. Это Академгородок. С этими. Вот, 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 вот. Вот он. Град на холме. Сияющий град на холме. А это вот, по-моему, какое-то здание. То ли детский сад, то ли еще. Но, мое личное мнение, что для такого микрорайона это очень, очень небольшой детский сад, если это детский сад, конечно. Ну, вот я вышел посмотреть. Ну, стройка красивая. Вот, смотрите, видите, дом уже достроен. По-моему, даже заселяется. Потому что я потом подошел. Там машин-то нету. Ну, конечно, громадные дома. Громадные дома. Слово такое нехорошее. Я очень люблю его. Но так и просится на язык слово «человейники». Это и есть «человейники». Они как, ну, в этих, на первые этажи этих зданий, они коммерческие. То есть, какие-то салоны, какие-то магазины, какие-то что-то еще. Но вот больших магазинов я не увидел. Потому что вот для таких домов нужны магазины громадные. Это вот адрес Лесников, 27. Вот этот слева дом. Я прочитал адрес у него. Улица Лесников, 27. Сколько тут будет квартир, я не знаю. Но очень много. Очень много квартир и очень много домов. Так. Сейчас мы поедем обратно. И мы увидим остановку, конечно, остановку автобуса. Ну, автобус ходит. Вот, в принципе, люди ездят, выезжают отсюда. Такси. Активно используется такси. Потому что там, если 200-300 рублей, то, конечно, лучше доехать на такси, чем... Ну, смотря как. Смотря как. Вот, видите. Это вот стройка все. Она огорожена. Ну, вероятно, это будет еще благоустраиваться все со временем. Но с каким временем, не знаю. Потому что здесь такое-такое место, что тут, в принципе, какой-нибудь громадный продуктовый магазин. Можно поставить. Он вполне себя окупит. Так. Ну, в общем-то, это все, что я хотел вам показать. Но... Сейчас покажу вам еще немножко выезд из... Отсюда на мост. Вот тут, то есть, впереди у нас Николаевский мост. Вот он. И такой райончик. Скажем так, на Атшибе. Вот остановка автобуса. Не вижу, какого здесь отсюда. Не вижу я, какой здесь автобус. Ага, если интересный момент какой. Если вот идти направо, сейчас вот сразу направо уходить, то мы выходим на улицу Свердловскую. Нет, не сейчас, дальше. Вот она. Вот машина желтенькая пошла. Это на улицу Свердловскую выходит. А мы едем вот этой стороной. И мы выезжаем отсюда на Николаевский мост. Тут такие вот развязки. Ну, может быть, первый раз немножко и так и посмотришь по сторонам. Головой повертишь. Но потом раз проедешься, и все уже будешь знать хорошо. А если два-три раза, то без проблем на автомате будешь ездить. Вот это вот, скажем так, район новой взлетки, как его позиционирует. Район новой взлетки. В отличие от... Извините. Еще раз извините. Я опять оговорился. Район новой предмостной. Все... Не все многие позиционируют его как район новой предмостной. Это действительно так. Так, в отличие от старой предмостной, которая находится около коммунального моста. Очень, очень, очень застроена. И давно, давно застроена. Вот этот вот район, он буквально вырос на наших глазах. Буквально вот, ну, сколько может быть, лет 7-10 от силы. И большой, большой, большой толчок к развитию этого района дал вот этот Николаевский мост. Я... Когда только... Когда его строили, конечно, были неудобства. Были постоянные пробки. Но когда его построили, елки-палки. Я через станцию Несей теперь уже не езжу. Если я еду на левый берег... На левый? Да, на левый берег, то я проезжаю только по этому мосту. Можно попасть в центр города. Можно попасть куда угодно. Это... Это большое, большое... Это тут... Николаевский мост, это такая большая кровеносная артерия для города. И тут давным-давно, как у нас любят эти диванные, эти хомячки, диванное войско, мол. Вот, мол, построили мост куда-то, он не нужен никому. Лучше бы там бабушкам, дедушкам бы раздали. Там, типа, пенсии немножечко, елки-палки. Бабушки, дедушки уйдут, мы уйдем. А этот мост останется буквально на века. Вот, с правой стороны мы проезжаем, по-моему, это здание бывшего завода медпрепаратов. Может быть, это здание, а может быть, на его месте что-то уже построили. Не вижу. Ну, вот, магазин какой-то этот, лента. Ну, бывал я там, ну, как-то большой громадный ангар. Бывал я там редко, и поэтому я сильно-то не знаю, где там что-то находится. Поэтому я его не люблю. Вот так вот скажу прямо. Не люблю я его. Ну, в то же время, маленькие магазинчики тоже, как бы, стараюсь не бывать. Захожу в эти большие супермаркеты около дома. В принципе, да, привык. Привык. Так, ну, сейчас еще сегодня, как я уже говорил, пятница. После обеденное время одно я дело сделал. Ну, у меня еще четыре дела на карандаше, которые нужно сделать. Дела не очень важные, но делать их придется все равно. Никуда не денешься. Поэтому я сколько можно, сколько интересно, я вас сниму. Ну, если вам это интересно, посмотрите. Если не интересно, то можете уже и выключаться. Ничего интересного, кроме улицы Сверловской, тут не будет. Улица Сверловская, города Девногорска. Вот так она выглядит в июне месяце 2021 года. Что есть, что есть. Что есть, то есть. Не убавить, не прибавить. И я это так часто снимаю. Это видео. И считаю, что... Ну, и вы тоже снимайте. Это своего рода взгляд одного человека на историю. В общем, на историю. Вот так вот выглядит улица. Улица Сверловская сегодня. Завтра она будет выйти по-другому. Завтра по-третьему. Вот мы сейчас здесь сворачиваем. Нет, не сворачиваем. Вот здесь сворачиваем направо и уходим на остановку медпрепарат. Остановка медпрепарат называется... Я не знаю, работает ли завод медпрепаратов. Как бы не очень интересовался. Но когда раньше... Ну, как раньше, лет 25-30. Понимаешь ли? Он так хорошо работал. Пенициллинка, что воняла. Прямо до... По всему городу вонял. Воняла выбросами. Сейчас вот были даже такие митинги. Понимаешь ли? Типа, мол... Это... Поставьте фильтры на производстве. Ну, фильтры не поставили. Просто его закрыли, похоже. Или сократили здорово. Ну, вот улица... Черт, как она называется? Вот это вот медицинский переулок был. Как называется? Улица 60 лет октября называется улица. Вот, вспомнил. Ну, я, скажем так... Привык ездить за каулками. Почему? Ну, мне так удобнее. Вот сегодня мне так удобнее. То есть, я в голове прожил маршрут, как я поеду. Надо отдать в ремонт бензопилу Кусварму 236. Что-то не перестала она у меня хорошо работать. Не знаю, как это... Сколько мне-то обойдется этот ремонт. Но, тем не менее, это вот так. Вот, видите? Тоже, помню, новостройка была. Зеленые улицы. Не широкие. Спокойные. Дома невысокие. Ну, старые дома. Старинные. Помню я их. Уже давно помню. Так, вот. Так, как называется улица, уже не знаю. Только знаю, что автобус, по-моему, 58-й ходит здесь. Угу. Так, вот слева, слева пятиэтажки, а справа уже гора начинается. Гора и там дача в основном. Дачи, дачи. Та-там, 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 та-там. Тут как бы такой длинный прогон. Тут какую-нибудь песенку бы поставить. Ну, YouTube не любит чужие песни. Ну, как не любит? Как, вернее, как не любит? Он, конечно, может и поставить их, но имеет полное право заблокировать видео. Но он обычно ставит ограничения авторские права. То есть ты можешь снять это видео, можешь выставить его, но, скажем так, авторские права будут принадлежать другому человеку. Тот, который что-то спел, что-то рассказал. Поэтому это вот видео полностью авторский продукт. Именно мой продукт. Продукт предпенсионера Вениамин Рыбаков. Я не думаю, что вы дослушали это видео до этого места. Но если дослушали, пожалуйста, напишите что-нибудь в комментариях. Хотя бы обругайте меня за мою плохую дикцию. Меня, кстати, многие за нее ругают. Почему я и кинулся записывать музыку поверх этого видео. У меня около 20 моих. Спасибо, мужик. Прижался. Мы обгоняем его. И включаем аварийку. Раз-два. Благодарим. Почему я и кинулся записывать музыку поверх видео. Потому что как-то однажды, однажды в один из дней, три женщины подряд сказали, что у меня плохой голос. Плохой, нудный голос. Две были подписчицы из интернета. Как бы ничего нормально. А третья была моя жена. Поэтому я и поплыл. Как так думаю? Голос у меня такой не сладкозвучный. Да. Это так. Так. Ну вот. А. Это, по-моему, улица Лесопильщиков. Да. С правой стороны. С правой стороны частные дома идут. А с левой стороны девятиэтажка. И там какой-то батон. А. Вот сейчас я иду по. По идее. Так. Нам нужно ехать прямо. Но я машину пожалел. И завернул по главной улице. По асфальтированной. И проезжаем мы колонии. Колонии. Справедельные колонии. В городе Красноярске. Их, по-моему, две. Вот это, по-моему, одна мужская. С левой стороны. А другая женская. Да. Да. А может быть и эта женская. Слушайте. Да. Так. Так. Давно я тут не был уже. По-моему, это женская колония. Вот так вот. Тут как-то. Крановщик. Дядя Саша. Ну, как. Не как-то. А давно-давно рассказывал. А он такой. Человек, мальчик, легкий был. Ему везде мы же друзья были. Ну, и как-то. У меня, говорит, там друг есть. Начальник колонии, мол. Женской. Ну, и надо было что-то там переставить. Что-то там строили они. Ну, на крайне, говорит, я заехал, типа, колым. И вот рассказывает он там, что там, что там. Там, говорит, клумбы, говорит, на территории. Две клумбы громадные, громадные. И все они в цветах. Ну, что, женщины живут. Что им еще делать? Ну, и что-то, говорит, я работу сделал. Мне, говорит, понравилось. Дали стропольщика. Женщину. И она такая. У него старая такая закалка. Она показывает пальцами. То есть, в принципе, есть для строполей есть своего рода такой код. Ну, не код, а знаки. Их нужно знать. То есть, вправо, влево. Вера, майна. Это, понятно, все знают руками. А есть еще такая пальцами. То есть, немножечко вправо, немножечко влево. И она вот этим вот, этим вот языком стропольщиков, она, говорит, владела изумительно. Ну, вот так вот. Потом, говорит, пошли, говорит, к начальнику. Выпили, говорит. Ну, и я их спрашиваю, что там, за что, говорит, женщины, говорит, сидят. А ты знаешь, говорит, вот, что тебе, говорит, в голову придет. Вот все, что угодно, за то и сидят. Ну, а он, ну, такой, ну, вот что. Ну, цыганки, само собой, за наркотики. А он, говорит, вот эти, говорит, идет, так скажу, некорректно, неполиткорректно, узко, говорит, пленочное. Говорит, за что, говорит, сидят. А, говорит, это, говорит, на Таймыре, в стойбище. Пили, понимаешь ли. А потом утром похмельца не хватило, им похмельца не дали, они взяли винчестеры. И полстойбища, все столбище, говорит, перестреляют, там, человек 7 убили, они. Ну, вот, с похмелья. Водка, водка до пра не доводит. Не злите женщин. Так, это у нас, где там у нас она? Это, вот она. Кусварна. Кусварна. Пойдемте-ка попробуем сдать нашу пилу в ремонт. Все, всем пока, всем до свидания. Продолжение следует.